Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, мы продолжаем говорить о безотцовщине. Сегодня я хотел бы поразмышлять над одним стихом из книги-притч. Это 10 глава, 1 стих. Притчи Соломона. Мудрый сын радует отца, а глупый – огорчение для его матери. Когда-нибудь вы задумывались о том, почему, если сын вырастает мудрым, то это радует отца, а если он вырастает глупым, то это бесчестие для его матери. Прослеживается какая-то, знаете, такая несправедливость. Но на самом деле все достаточно просто и достаточно логично. Дело в том, что для того, чтобы ребенок вырос мудрым, для того, чтобы он был человеком, который будет радовать, необходимо созидательное, целенаправленное и очень активное участие отца. Не просто присутствие рядом на диване, но влияние отца. Когда отец влияет на своего сына, когда отец воспитывает его, когда он его учит, когда он наставляет его, то он вырастает мудрым. И как плод своего воспитания отец получает радость, видя, что его сын вырос мудрым. Но если сын вырастает глупым, то, скорее всего, наверное, в 99% случаев просто отца не было. Либо его не было рядом, он был слишком занят, либо его вообще не было в семье. И, соответственно, воспитанием ребенка занималась мать. И в таком случае провал в воспитании – это ее проблема. Это она не справилась. И это приводит к позору. Но виновата ли женщина в этом? Я думаю, нет. Потому что воспитывать ребенка, влиять на него, формировать его как личность – это не только ее забота. Но в какой-то мере, и я бы даже сказал, в большей мере, это забота отца. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok